Невозможно не согласиться с Александром, тем более, что с нашей смотровой площадки прекрасно видно, Симферополь действительно растет, увеличивается, расстраивается, но не в том смысле, что им становится грустно, а в том смысле, что он становится шире и больше. Но прямо сейчас, поэтому предлагаю пройти к следующему гостю и поговорить с человеком, непосредственно, скажем так, связанным с тем, что мы находимся здесь и сейчас. Заодно узнаем, какая ситуация с строительством вообще происходит в Симферополе, легко ли, трудно ли, ну и тем более, насколько я знаю, 11 августа, День строителя. Ну, в преддверии этого праздника мы пообщаемся с нашей следующей гостьей. Доброе утро. Доброе утро. У нас в гостях Ирина Изотова, директор по маркетингу и продажам Greenwood Development. Доброе утро. Очень важно, вот да, наслаждаясь здесь прямыми эфирами, с которых мы сейчас выходим уже не первую неделю, мы видим весь город как на ладони, видим, как растают новостройки, как все большее здание появляется. И при этом же нужно соблюдать архитектурный общий облик города, вот как удается. Строиться и при этом смотреться органично. Это большой и ответственный труд. И вписываться в город, как минимум, ничего не испортить, и обязательно хочется улучшить. И для того, чтобы сохранять архитектурный облик нашего города, мы, например, вот в нашем комплексе Альфа, как вы увидели, мы использовали абсолютно современные, наимоднейшие архитектурные тренды. Это говорит о том, что у комплекса будет зазор в плане устаревания, точнее, он наоборот не будет устаревать. Красивые фасады, которые мы используем. В таких деталях, в практических технологиях и реализуется вот эта задача – вписаться и украсить обязательно. Ну, при том же, что мы сегодня утром заметили с Артемом, что появились даже остановки новые, да? Это же при этом нужно продумать не только само здание, но и окружающую ландшафтную среду вокруг. Вы знаете, это такой огромный пласт работы, когда урбанисты, грамотные специалисты в отношении планировки городов прописывают определенные коды и стандарты. И городской девелопмент, который состоит из многих участников рынка, да, из наших коллег, он этого придерживается. В Симферопоре, насколько мы с вами понимаем и знаем, все это находится сейчас в таком зачаточном, новорожденном, можно сказать, состоянии. Но у этого есть четко намеченный тренд. Мы уже с вами видим реконструкцию набережной, да, и многие другие моменты, которые однозначно улучшат облик наших городов. А наша задача, как создателей новых больших зданий в городе, нам самое главное – иметь и свой стиль, и уметь им спозиционировать его так, чтобы он был для человека желанным и узнаваемым. И, конечно, вписаться в архитектурный облик города. Вы знаете, если такая задача в сердце девелопера есть, она обязательно найдет отражение, и вы это увидите, как горожане и как гости. Вот по поводу больших зданий, интересный вопрос, да? Максимальная этажность, которую, как вы думаете, может выдержать Симферопор? Или вот выше 16 этажей уже, наверное, не стоит, возможно? Вы знаете, ну, земля наша грешная выдержит многое. Вопрос о том, как высотность здания влияет на ощущения горожанина. Я абсолютный крымский абориген. Я родилась в первом симферопольском роддоме. И я органически не очень согласна с мегавысотностью нашего города. Мы когда проектировали нашу Альфу, вы знаете, я уже даже тогда переживала, насколько 15 этажей над рекой будут органичны и выглядеть, ну, скажем так, гармонично в окружающем контексте. Поэтому, если бы меня спросили как горожанина, во-первых, я бы сказала, что не надо карабкаться этажами ввысь. И как девелопер я придерживаюсь ровно той же концепции. Поэтому вот 16 этажей, мне кажется, это более чем достаточно для нашего города. Вы посмотрите, какой у нас шикарный вид. У нас даже с небольших этажей тогда, если город не будет загромождаться высотными зданиями, будет эта красота доступна взглядом. Вот те зеленые, наверное, в первую очередь деревья, которые мы можем увидеть каждый раз, вот каждое утро, которое мы находимся здесь. Вы получаете удовольствие от этого пиздаза? Да, да, но, конечно, хочется сказать, что и к счастью, и к сожалению, изюминкой вида все же является зелень деревьев, а не сколько убранство архитектурной застройки городок, которое, ну, как вы сами говорите, будет меняться. Вот в связи с этим вопросом, влияют ли такие колоссы, да, такие действительно массивы на дистрикты образования, да, то есть влияют ли они на развитие района в целом? Потому что, вот как мы уже сказали, появились остановки. Возможно, и дальнейшее развитие следует? Конечно, они влияют, потому что они создают дополнительную нагрузку, да, то есть вот Альфа привлечет в эту локацию дополнительное число душ, которых здесь, допустим, прежде не было. Соответственно, необходимо всю инфраструктуру адаптировать под эту нагрузку. Новые остановки, правильные стыковки транспортных развязок, социальная инфраструктура и так далее, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы и старались вписывать Альфу в уже существующую ткань этого микрорайона, потому что это исторически очень престижный район, да, это социально благополучный район, и в плане природного ландшафта он очень гармоничный и красивый, богатый такой, да. Поэтому мы учитывали вот это вот желание сохранить баланс этой окружающей среды, чтобы, если уж мы сюда привносим новое количество жильцов, чтобы мы смогли их здесь поселить так, чтобы они были сбалансированы в этой среде. Когда человек покупает квартиру, о чем ему в первую очередь, какие моменты ему нужно продумать? Может быть, это наличие парковочных мест, да, вот какими вещами нужно озаботиться, чтобы учесть все и выбрать самую лучшую квартиру для себя? Вот на что? Знаете, я бы поступила следующим образом. Каждый взрослый человек, который покупает на сегодняшний день квартиру, он уже имеет какой-то опыт, да. И в этом опыте есть его определенные боли, проблемы и задачи, да. И самое важное, чтобы его новое жилье абсолютно решало те боли и проблемы, которые он уже имеет на сегодняшний день. Потому что, ну, нелепо прежний багаж неудоб стащить с собой в новую квартиру. А он у каждого свой. Кому-то не хватает парковки, кому-то не хватает колясочной, кому-то не хватает благоустроенной территории, кому-то не хватает адекватных соседей. С этим вообще всегда сложнее и непредсказуемо, чем с чем-то другим. Вот поэтому человек должен иметь свой список вопросов и уметь получить на них квалифицированный ответ. Главное задавать вопросы себе и всем остальным. Совершенно верно. На такой прекрасной ноте я предлагаю закончить. Большое спасибо. Напоминаю, что у нас в гостях была Ирина Изотова, директор по маркетингу и продажам Greenwood Development. Спасибо за подробное объяснение и интересную дискуссию. Спасибо вам огромное. Вообще хотелось бы заметить, что в Симферополе, конечно, урбанистов больше, чем можно себе представить. Откуда я это знаю? Да потому что я регулярно мониторю социальные сети. Там критика и дорожек, и тротуаров, и строений. Спасибо.